наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые давайте начнем наверное с нелегалов с дискуссии в конгрессе в судах по поводу нелегалов и я вот одновременно общаясь с вами еще и дискутирую с одним из наших чикагских адвокатов иммиграционных он такую тему подкинул прежде чем вы придете буквально позвольте мне минуту отнять у вас он подкинул такую тему вот и в дескать вы утверждаете что демократы заинтересованы в легализации нелегалов тогда почему они так сказать не предприняли попытку при провести закон об амнистии на что ему ответил что ну во первых когда у них была такая возможность когда они оккупировали полностью все и так сказать конгресс сенат и белый дом то у них позиция была и на они тогда имитировали и довольно успешно так сказать то что они отстаивают интересы рабочего класса американцев и тогда если вы послушаете выступление того же чаки шмаки шумера и прочих и даже самого барака хусейновича который твердо заявлял о том что нелегальную иммиграцию нужно прекращать и так далее так далее тогда они имитировали заботу о рабочем классе а вот потом когда рабочий класс в шестнадцатом году отвернулся от демократов понимая что они не и веса отстаивать и проголосовали за трампа и тут-то политика демократов резко поменялась на 180 градусов в надежде на то что они так сказать выстроит общину латинос который пойдет стройными шагами голосовать за демократов поскольку это община растет причем она растет очень интенсивно и они решили так сказать интересы американцев отбросить на 108 план и вдруг превратились в партию нелегалов так вот я говорю именно исходя из этого они так сказать а почему они не выставляют законопроект я говорю потому что у них во-первых нет никаких шансов провести этот законопроект но ни один человек в здравом уме и сознании не может представить что все республиканцы в сенате проголосуют за этот законопроект а уж тем более что трамп этот законопроект утвердит а тогда он мне пишет в качестве аргумента что дескать но это бы выставило трампа в дурном с в плохом в негативном свете на что я ему ответил что все-таки большинство американцев в отличие от тебя ну не так страстно любит нелегалов как ты поэтому навряд ли они поддержат демократов на предстоящих выборах в 2020 году как вы думаете прав был я или я думаю да да вы полностью правы и тот же спортер асмус знаете знаменитые списки опросы данные которыми он занимается они весьма весьма авторитетны он регулярно публикует по иммиграции там по этим опросам следует что большинство американцев конечно же против нелегалов и легализацию открытые границы большинство не поддержит и скорее всего действительно демократы настроят только против себя американскую публику потом да совершенно верно довольно долго на самом деле демократы как раз как вы совершенно верно заметили изображали такую самую что ни на есть жесткую линию и к тем кого вы назвали можно добавить я сейчас не помню к сожалению фамилию чернокожая очень известная деятельница демократическая она была вообще едва ли не флагманом демократической борьбы с нелегалами и тот же берни сандерс кстати тоже выступал свое время против них так что здесь совершенно понятно когда они представляют собой большинство демократы их особенно не заботит перспектива возвращения в белый дом то они против сейчас они видят что синие воротнички в них полностью разочарованы ну не полностью но все же разочарованы это во всем мире кстати происходит они видят что и черные и еврейская община хотя по большей части к сожалению их поддерживает но все же уже отток происходит и естественно им нужны свежая и нужна свежая кровь это не только кстати испаноязычная публика большинство легальных испаноязычных жителей не очень красиво все таки в америке должны жить англоязычные так скажем люди испанского происхождения и латиноамериканского так вот большинство их выступает например за пункта гражданства в описи переписи населения так вот сейчас демократы пытаются создать новый вид меньшинства это не констерологическая теория это вполне известный факт он по-английски называется мена это middle east northern africa то есть вы поняли это арабы мусульмане и все кто с ними связан отсюда их нежная любовь к тлаип или амарихе и желание закрывать глаза на антисемитизм который эти гражданки и же с ними представляют и в ближайшем будущем я боюсь что вот эта вот мена она станет серьезной картой у демократов и еще больше обозначит их движение в сторону дружбы с исламистами и сделает их еще большей угрозой для соединенных штатов на самом деле то есть вот то что бы я хотел сказать по поводу замечаний Сергея а так те реплики которые мой уважаемый соведущий отправил адвоката я их полностью разделяю ну вот а теперь немного о последних так скажем новостях за неделю я привычно благодарю Полину Волкову за помощь в подготовке выпуска и как вы знаете депортации которые Трамп отложил в ожидании действий конгресса но действий особенных мы не наблюдаем депортации они уже идут тем не менее так не торопясь и без шума и пока агентство службы если угодно по иммиграции и таможне и депортирует тех кто уже все официально объявлено что никакие законы их здесь не могут оставлять вот эту публику ищут и пытаются выпроводить за пределы соединенных штатов но и то уже демонстрации, крики, возвращение Гитлера и так далее и тому подобное ну все к чему мы привыкли хотя здесь ну вообще невозможно претензий предъявить все по закону но тем не менее демократам истерить разумеется надо а если мы посмотрим с вами на то что это условно говоря действие исполнительной власти и она хоть что-то пытается заодно и насколько я знаю идет расследование кто же все-таки слил информацию об этих самых готовящихся депортациях Маккалинен или кто-то другой я по-прежнему считаю что его надо отстранить до конца расследования но по-моему он пока увы на свой пост сохраняет что касается власти законодательной то здесь мы увидели очередной цирк в исполнении демократов и увидели как достойно себя держит Том Хоман который был временно исполняющим обязанности главы вот этой самой службы по иммиграции таможенным вопросам потому что то что вытворяли даже не Саня Почегласко а другие граждане Доннелли, демократ, насколько я помню и Гарсия но это было откровенно и неприкрытое хамство Доннелли там вообще кричал что вы тут сидите и молчите тут я говорю Гарсия там чуть ли не обвинял Хомана в убийствах и так далее и тому подобное но безрадостная картина Джордан, республиканец только пытался какой-то порядок во все это внести а между тем Хоман говорил вещи очень разумные во-первых Хоман совершенно справедливо указал что то чем занимается он и чем занималась его служба это собственно говоря реализация законов потому что это исполнительная власть законы принимает кто? по конституции власть законодательная то есть конгресс и таким образом если конгрессмены недовольны тем какие существуют законы и правила связанные с пограничной службой то значит надо принимать новые или менять старые но учитывая что как вы верно заметили подобные действия скорее всего вызовут недовольство и мягко говоря американцев то гораздо проще вот изображать из себя сопереживающих нелегалам выдумывать или раскручивать истории о страдальцах которых притесняют пограничники и все что с этим связано тогда как опять же нам Хоман об этом напомнил что вообще-то люди там рискуют жизнью люди там подвергаются унижениям, притеснениям и так далее и любимый некоторыми нашими слушателями Ассанж в прошлом году например объявил что он теперь борется с политикой Трампа и опубликовал все данные послужащим таможенной и миграционной службы чтобы любой желающий мог этого человека найти его оскорбить или что-то в таком духе сделать поищите если мне не верите это вполне известный случай так вот к тем людям которые защищают в общем-то Америку и пытаются учитывая всеобщее неприятие со стороны элит законы хоть как-то воплощать в жизнь то вот их демократы, конгрессмены представляют какими-то неонацистами, погромщиками бандитами и так далее и тому подобное что в общем-то возмутительно и повторяю неуважение к людям рискующим жизнью тогда как прийти скажем и к человеку который пострадал навестить его или к его семье вот этого как-то мы не видим но это я повторяю слова Хомана на самом деле но я думаю вы их слышали ну и конечно мне лично это уже видео стало историческим можно сказать когда Кортес пыталась что-то там пищать на предмет того что те кто ищут убежище они не преступники на что Хоман ей резонно возразил что нахождение в стране нелегально но это и преступление вообще-то а что если хотите искать убежище то обращайтесь через соответствующие каналы на что Кортес уже и пискнуть было нечего она что-то там стала говорить well ok и Хоман ее конечно же закрыл то есть по моему убеждению эти слушания были победой Хомана но конечно же на демократов и особо истеричных им сочувствующих это никакое воздействие не оказал гораздо более в этом смысле важным стало решение неожиданной на самом деле апелляционного суда девятого округа потому что обычно в этом суде не самые хорошие вещи происходят но вот тем не менее суд решением два к одному признал что министерство юстиции может городам убежищем отказать в предоставлении грантов что когда министерство это проделывает то никаких особых правил оно не нарушает а действует целиком и полностью в рамках существующих правил и законов и здесь мы снова должны с вами вспомнить что все-таки судебные назначения это очень важно и что они играют очень большую роль потому что здесь в этом вот решении очень важную роль сыграла судья Сандра Якута она была назначена еще Бушем младшим но тем не менее все-таки у Буша назначений-то было много разных но так скажем шанс того что республиканский назначенец или назначенка будет следовать Конституции все равно выше чем у назначенца демократического и Кута это подтвердила она вообще женщина довольно известная в консервативных кругах она члена федералистского общества где состоят преимущественно оригиналисты и консервативные юристы и если вы посмотрите ее выступление то она часто представляет что я из этого окружного суда девятого округа но не держите это против меня ну вот она показала что даже в таком суде у которого все же слава скорее либерального правильные судьи правильные не в том повторяю смысле кто их назначил а в том смысле что они следуют Конституции что они могут действительно помочь вернуть слишком уж взбесившуюся юридическую ветвь власти в нормальное русло и указать что есть вещи куда вмешиваться не надо и деятельность министерства юстиции в данном случае и связанная с финансированием тех или иных городов туда лезть не надо что в общем-то конечно же очень правильно и пожелаем Икутии дальнейших подобных действий а Трампу новых успешных назначений в других судах здесь только вот что меня немного беспокоит заметь что как только принимается решение против администрации судьей оно сразу же становится известным о нем везде пишут и оно действительно тормозит действие как только принимается решение в пользу администрации даже Верховным судом то тут же начинается массовая атака через либеральных судей чтобы это решение если не отменить ну нельзя отменить решение Верховного суда то сделать все чтобы как-то его затормозить перенести и так далее и тому подобное эту тактику отмечают очень многие консервативные юристы и мне вот все-таки хочется верить что решение суда апелляционного оно будет таким началом чему-то положительному и укажет на правильный путь развития и хотя это немного нас выводит за рамки разговора о нелегалах но раз я просто этот вопрос меня тоже волнует на отдельный сегмент он не тянет я его сюда с вашего позволения включу он связан с правильными назначениями я же говорил вам что и не раз почти в каждой передаче как важно назначать судей и чем больше тем лучше так как это и на много лет вперед играет но не только судей вот в последние дни на выходных упорно циркулирует слух такой опять же пока только слух но он интересный что Трамп вот-вот отправят в отставку Дэна Коутса Коутс это я напомню глава американской разведки при этом разведки всей всех разведслужб и хотя Коутс ну ничего такого плохого вроде бы не сделал но он такой оказался спокойный компромиссный персонаж который рулил разведслужбами но Помпео тот же самый кажется ЦРУ был более активен а вот интересно то кого Трамп опять же этот слух собирается назначить и если этот слух подтвердится то это будет просто идеальное назначение опять-таки одно я часто это говорю но это правда будет одно из лучших назначений Трампа потому что кандидатом называют Фредерика Флайтса Флайтс это человек с очень богатым опытом работы в ЦРУ и военной разведке ЦРУ кажется 19 лет военной разведке что-то около 6 или что-то такое он был аналитиком и помимо этого он хорошо и тесно связан с консервативным движением и он работал много с Болтоном более того когда Болтон уже получил должность советника по национальной безопасности Флайтс даже возглавлял его команду поэтому как видите человек очень достойный и проблемы в его назначении будет две точнее это одна проблема но она общая во-первых Флайтс известен своим весьма суровым отношением к странам исламским поэтому его именуют исламофобом он был один из тех кто выступал за выход из иранской сделки небезызвестной и он сотрудничал с рядом мозговых центров не очень крупных которые как раз указывали на опасность исламского терроризма и второе Флайтс что еще более опасно он выступает за очень серьезную реформу всего разведсообщества и одним из главных кстати направлений этой реформы будет ликвидация самого офиса директора разведки потому что Флайтс у него была очень хорошая статья еще 16-го года где он все это подробно изложил что когда разрастается бюрократия и то что в разведслужбах есть очень много каких-то дублирующих агентств то вот получается что бюрократия начинает работать не на страну а на себя и что если вернуться к старой системе когда условно говоря глава ЦРУ ну даже не условно а так и было он возглавляет всю разведку то это гораздо проще а если вот директор есть всех этих агентств то к нему опять начинает прирастать бюрократия и опять получается какой-то раздутый аппарат который плохо следит за тем чем разведка должна заниматься так вот боюсь я что бюрократия та самая которую я так часто упомянул за эти несколько минут она будет Флайтс встретить в штыки и через своих представителей попытается конечно же его назначение сорвать но если все это состоится то я от Флайтс жду очень многого ну и вот да отвлеклись мы от иммигрантов но тем не менее я считаю тема важна ее надо было упомянуть а вот здесь я уже умолкну если Сергей что-то добавит с удовольствием передам ему слово тема очень болезненная значит по-прежнему я считаю что демократы преследуют политику открытых границ хотя в открытых они этого не заявляют и их сторонники адвокаты некоторые тоже выступая или там ведя дискуссии в соцсетях говорят о том что ничего подобного никто не выступает за открытые границы то есть они не произносят не произносят фразу за открытые границы а на самом деле значит они выступают с заявлениями с громкими о том что ну во-первых никаких заборов барьеров строить не надо некоторые кандидаты в президенты говорят о том что необходимо разрушить существующие барьеры потом они заявляют о том что нельзя задерживать людей которые проищут убежище то бишь вот этот тысяча с лишним человек который ежедневно нелегально переходит границу пограничники не могут их задерживать ну с точки зрения демократов и их демократов я имею ввиду и их сторонников мало волнует кто в составе этих людей идет там ведь идут как выяснилось не только так сказать выходцы из центральной Америки или из Южной Америки там есть выходцы из Сомали там есть выходцы из Ближнего Востока и так далее и так далее есть конкретные случаи когда задерживают участников активных участников бандформирований таких как МС-13 или там бывших бойцов Айсис то есть вот эти люди которые переходят границу будучи бандитами будучи террористами они идут за светлым будущим в нашу страну и левориберальное отребье говорит что нет не надо их задерживать пусть они проходят вы только дайте им назначьте срок когда они придут в суды мы знаем что 90% из тех кто подает на статус беженца не имеют никаких юридических оснований для получения этого статуса и что происходит то есть мы их вынуждены выпускать эти центры содержания нелегалов переполнены теперь им поднимают вопли каждая левая представительница то профессуры то журналистики выскакивает на СНН на МСНБС льет крокодиловые слезы о том в каком ужасном состоянии находятся дети они несколько дней не принимали душ ну многие из них во первых не знали о существовании душа скажем так вообще в природе а во вторых почему от 40 до 60 процентов пограничников занимаются боби-ситтингом то есть убирают дерьмо за этими детьми меняют им дайперсы кормят поят одевают обувают и при этом леваки говорят что необходимо расформировать айс нам не нужен айс они не говорят что границы должны быть открытыми но все что они делают все на чем они настраиваю настаивают это буквально открытые границы мало того каждый из кандидатов президента включая старика байдена заявляет о том что мы должны обеспечивать медициной всех нелегально пребывающих на нашей территории я думаю что в этом случае рабочий класс не только так сказать проголосует за республиканцев но когда терпение лопнет я боюсь что они возьмутся за вилы потому что я с вами согласен я еще два момента обозначу которые вы тоже отметили понимаете то что делают демократы им даже не надо говорить про открытые границы но если они создают только мотивацию а именно приезжайте вам предоставят медицину за счет американцев кстати вам предоставят право голоса и так далее и тому подобное то им даже не надо говорить об открытых границах это уже подразумевается и какие-то там уловки что якобы напрямую это не указывается все это стоит проигнорировать что же касается этих центров у которых так плачутся Кортесы и же с ними я встречал от людей которых я уважаю которые были служили в армии американской британской если угодно даже назову фамилию это полковник Кемп Керт Шликтер он тоже по-моему полковник отставной в американской армии так они рассказывают что когда те казармы в которых они были передавались и такое происходило под центры вот для этих самых нелегалов то инспектора еще заявляли что там нет ряда удобств то есть видите людям которые страну защищают солдатам и офицерам это вот такие казармы нормально а для нелегалов нет их еще и перестраивали и перестраивали я не буду уточнять на чьи деньги но вы догадались что на ваш давайте мы сделаем в этом месте небольшой перерыв послушаем рекламное объявление после чего вернемся продолжим ну и если у вас будут вопросы мы обязательно примем ваши вопросы и вам постарается на них ответить возвращаемся в программу час Ивана Денисова и давайте попробуем принять звонок если не возражаете да конечно добрый день пожалуйста добрый день господа здравствуйте Иван и Сергей есть очень простой способ решения этой проблемы когда мы сюда приезжали говорили о том что нас должны содержать наши родственники какое-то время так вот составьте список тех кто там ждет на границе раздайте их в демократической партии пусть каждая брянета возьмет к себе кто не очень одну семью а те кто их защищает три семьи и прокормит один год после чего этим людям будет предоставлены какие-то ну там белые карты зеленые карты или что-то другое и тогда мы будем говорить о том так сказать а может быть они поймут что это стоит за другого способа нет окей спасибо за ваш спасибо это замечательный способ но я думаю вы сами понимаете что он к сожалению мало достижимый давайте попробуем принять следующий звонок добрый день здравствуйте а можно на другую тему потому что на эту тему по-моему уже всем понятно что это партия мерзавцев она пытается изменить демографически и соответственно политически нашу страну то есть нашу страну угробить поэтому можно на другую немножко тему да если я знаю о чем тогда вот у меня вопрос такой вы знаете тут некоторые товарищи так сказать лихо говорят что 50 процентов республиканцев в конгрессе в сенате голосуют вместе с демократами даже было высказано такое что как бы никто не пискнул из из республиканцев в конгрессе и в сенате когда принимали обама керр на мой взгляд значит ну то что я по крайней мере вижу от 1 до 10 процентов максимум республиканцев голосуют против так сказать тех законов которые за которые голосует их партия максимум 10 процентов какое ваше мнение и что что вы можете сказать по этому поводу спасибо да спасибо вам но нет кстати тогда-то республиканцы пытались обама керр срывать макконнелл тогда действительно усердствовал ничего не могу сказать гораздо больше чем сейчас но там уже не получалось не было нужного количества голосов сейчас мне бы конечно хотелось чтобы республиканцы более активно президента поддерживали но тем не менее то что есть то есть есть люди которые на которых можно рассчитывать это ну и Круз и тот же самый Джордан Круз в Сенате Джордан в Палате есть люди которые словно по ошибке попали в республиканскую партию такая Лиз Стефаник она по-моему в Палате тогда ее хвалили как самую молодую по-моему вообще республиканку но проку от нее мало больше вреда здесь не угадаешь но в любом случае все-таки в самой партии у Трампа насколько я могу судить рейтинг высокий и хотя там какие-то граждане видите а Маш начал выступать против Трампа и закончилось тем что он из партии вышел и правильно я считаю сделал поэтому все же партия сейчас за Трамп может за вычетом каких-то отдельных персонажей это главное а в Сенате в Палате там увы действуют свои правила и увы не всегда как бы нам того хотелось спасибо давайте теперь перейдем к России что ли а России немножко а в частности движение декоммунизации да у нас вот две темы было ну давайте Северную Ирландию до следующего раза тогда оставим наверное если не будем успевать или давайте начнем с Северной Ирландии давайте про Северную Ирландию поговорим потому что это сейчас важно а декоммунизация это в прошлый раз наш уважаемый слушатель натолкнул меня на идею об этом рассказать поэтому если не успеем я лучше поподробнее в следующий раз а сейчас давайте немного про Северную Ирландию и почему я считаю это важно дело в том что я вот не очень люблю такие слова как глобализм и глобализация потому что их уж слишком себе подчинили левые но то что существует такая штука как либеральный истеблишмент который его я часто упоминаю и не вижу в том никакой конспирологии он действительно функционирует и он действительно очень опасное явление опасное хотя потому что странные маленькие но консервативные он довольно жестоко себе подчиняет и не так давно сейчас вот самое пожалуй удобное оружие напрямую какие-то экономические вести войны это нет тут не получится а вот сейчас очень удобным оружием подчинять себе такие страны где сохранился прежде всего социальный консерватизм это гей-браки и ну и аборты еще в меньшей степени и не так давно подобная операция была проведена в Тайване часто тоже мной упоминаем когда тайваньцы сами на референдуме проголосовали против легализации гей-браков после чего на Тайвань повадились всякие суровые я помню даже рассказывал но напомню повадились очень грозные товарищи из разных международных организаций с длинными названиями и стали президенту и парламенту говорить что как же вам не стыдно зачем вы народу доверили такие вопросы нельзя демократия почти открытым текстом это не то что здесь нужно вот давайте сами срочно легализуйте гей-браки и у Тайваня положение сами понимаете им потеря международной поддержки а либеральный истеблишмент этой самой международной поддержкой рулит очень важна потому что рядом коммунистический Китай они взяли под козырек и игнорируя волю народа эти самые гей-браки легализовали там как-то с какими-то формулировками конечно же довольно таки запутанными но что есть то есть и теперь мы переносимся с вами в Северную Ирландию в Северную Ирландию я про нее вам не так давно говорил в связи с выборами ну и еще раз к ней возвращаюсь раз она становится таким можно сказать пятачком борьбы за консерватизм в Европе место вообще конечно странное и естественно небезопасное люди там знаете чуть что применяют оружие и бомбы друг против друга находятся в очень сложном положении но если мы с вами посмотрим прежде всего на протестантскую общину Северной Ирландии то это люди которые очень близки американцам американцам поселенцам которые еще 18-го 17-го веков потому что это люди которые полагают себя частью британской империи но британской империи которая их не заставляет делать то чего они не хотят британской империи старой которые не желают ничего иметь с ирландцами полагая там чрезмерное давление религии прежде всего католицизма и люди которые сами себя кстати говоря ассоциируют для меня для самого это было свое время неожиданностью но действительно параллели серьезные на данный момент не столько с нынешней Британией и Соединенными Штатами а вот консервативные протестанты из Северной Ирландии они своей страной так сказать ближайшим по духу видят Израиль и даже можно понять почему они исходят из того что живут на своей земле а их окружают заведомо враждебные силы ну прежде всего ирландские католики террористы и так далее и плюс еще общественное мнение обычно против них ну заметьте действительно с Израилем много параллелей и то что основатель и Ольстерская и унионистская партия всегда была дружественной Израилю а более правая более популистская хорошо не более правая более популистская демократическая и унионистская партия она изначально себя позиционировала дружественно Израилю и в североирландском парламенте тоже я вам про это говорил но еще раз напоминаю было создано общество друзей Израиля как раз по инициативе вот этой самой партии но это я не к тому чтобы вам эту симпатию внушить лишнюю просто к тому чтобы было немного более понятно в каком положении находятся североирландцы да конечно же там нет таких постоянных атак как в Израиле но то что они под давлением это есть при этом именно из-за своей консервативной политики из-за желания противостоять каким-то социалистическим давлением со стороны Лондона североирландцы к тому же была остается довольно таки развитым представителем Соединенного Королевства ну и вот так получилось что существует определенное разделение то есть есть какие-то функции которые должна ну должна решать должен решать парламент британский а есть те вопросы которые должен решать парламент североирландский ассамблея североирландская но вот так получилось что именно из-за вот того что североирландцы прежде всего протестантцы они очень-очень консервативны а ну не все но большинство в своем католики и некоторая часть тоже протестантов она увы становится больше но пока еще остается меньшинством они левая то там практически в северной Ирландии нет ярко выраженной центристской партии то есть там партий достаточно много несмотря на ее малый размер но принято считать что основные на данный на данный момент опять же это демократические юнионисты они у нас более правые более популистские и Шенфейн это левые и да муж не обесучит я опять это упоминаю но из песни слов не выкинешь да они очень там всегда дружили с разными арабскими террористами и так далее но это тоже факт так вот получилось из-за того что вот эти вот силы центристские партии большой роли не играют а правые и левые найти общий язык не могут естественно то периодически парламент североирландский он закрывается ну и там еще какие-то внутренние скандалы естественно происходят внутриполитические но все упирается опять же в нежелание найти компромисс между вот этими двумя силами и очередной такой конфликт произошел в семнадцатом году и вот так получилось что нынешний парламент он вроде бы отсутствует в Северной Ирландии его нет и в принципе ничего страшного какие-то представители обретаются в парламенте всего королевства и то что в определенном вопросам Северную Ирландию никто не трогает всех на самом деле два года устраивало но я думаю в самой Северной Ирландии никто может и не замечал на отсутствие своего собственного парламента при этом на территории всего королевства и за территорию Европы не берусь утверждать но вот в Северной Ирландии гей-браки не разрешены хотя в остальных в частях Великобритании разрешены и по абортам там тоже довольно суровые ограничения и вроде как все было нормально ну правила есть это в ведении парламента Северной Ирландии парламент отсутствует а когда он работал то никаких инициатив не предпринимал в этом направлении до прошлой недели однако на прошлой неделе ну инициатива она была вброшена уже давно на прошлой неделе была принята либористы а кто же у нас еще ну увы при поддержке консервативной партии но инициатива исходила естественно от либористов потому что там где всякая гадость антисемитизм левачество и все остальное там в Британии обязательно будут либористы и на прошлой неделе по инициативе нескольких либористских парламентариев было объявлено что Северная Ирландия у нас очень плохо себя ведет по отношению к ЛГБТ сообществу и она должна за это отвечать и соответственно раз у них своего парламента на данный момент нет то вот парламент всего королевства будет за Северную Ирландию решать нужны им гейбраки или нет естественно большинство проголосовало за представители Северной Ирландии пытались объяснить прежде всего Найджел Дотс который является основным можно сказать ее представителем в парламенте что это нарушение всех существующих правил что такие вопросы надо оставлять на решение североирландского народа или представителей североирландского народа но никак не навязывать из Лондона или перекраивать все существующие договоренности но чтобы Дотс и Ижи с ним не говорили их не услышали всего голосов у североирландцев 10 ну у этой партии так получилось что в тот день парламент голосовали 8 они все проголосовали конечно же против еще были представители консервативной партии голосовавшие против но увы они остались в меньшинстве поэтому на сегодняшний день ситуация такая что североирландцы либо в октябре должны легализовать и вот эти самые гей-браки и давать ряд послаблений на аборты либо они должны все-таки реанимировать свой парламент и свою ассамблею если угодно и эти вопросы решать самостоятельно поскольку у меня в общем-то нет большой уверенности что парламент будет воссоздан то увы ситуация вот такая при этом со стороны все это выглядит очень некрасиво мягко говоря потому что это действительно похоже на наказание тех кто вот не слушается этой самой общей леволиберальной повестки что вот вы там думаете живете у себя в Северной Ирландии и не хотите слушаться нас так вот получайте никто вас не спросит ни о какой демократии речи быть не может в обход ваших же собственных представителей в парламенте вот это решение получайте и живите с ним я очень надеюсь что там дело не дойдет до каких-то насильственных методов потому что повторяю североирландцы ребята суровые и оружие это у них найдется и огнестрельное и холодное и бомбы всякие разные но что протестанты они к нему стараются там были свои да сейчас они по-моему есть военизированные отряды хотя партии даже демократические и унианевские стараются от них все-таки дистанцироваться но опасность того что какие действия будут очень авторитетная женщина она юрист и бывшая омбудсмен полиции северной Ирландии ну а ло ло он баронесса она говорит что эта инициатива парламента она ни к чему не приведет правила в самой северной Ирландии настолько укорененные что никто реализовывать этот самый закон не будет и что сама по себе эта инициатива она обречена на неудачу но что для меня во всей этой истории показательно это то что как вы видите леволиберальный истеблишмент он увы готов на любые гадости и когда мы возвращаемся уже на американские просторы когда товарищи вроде Байдена и Сандерса ну больше Сандерса хотя и Байден тоже самое они все так и забочены тем чтобы Соединенные Штаты включить вот в этот самый в эту мировую систему увы безрадостную и уподобить ее Дании хотя Дания как раз тоже сейчас пытается вернуться на какую-то консервативную более правую почву с переменным успехом правда и тому подобным странам то надо быть готовым и к тому что Соединенные Штаты при всей своей мощи под управлением такой публики как демократы они увы рано или поздно могут оказаться на положении Тайваня и Северной Ирландии но меня утешает только то что Америка побольше Тайваня и Северной Ирландии что вторая поправка и первая поправка там есть и если уж по мнению баронессы Олоан североирландцам либералы мировые или баристы свою волю не навяжут то американцам свою волю не навяжут тем более вот с этой уверенностью и возвращением таким на американскую землю я наверное этот сегмент и закончу если есть какие-то звонки или Сергей что-то добавит то с удовольствием передам слово спасибо огромное Иван к сожалению времени больше не остается как всегда очень интересно я думаю что в следующий раз мы поговорим и о декоммунизации России да обязательно спасибо спасибо вам до скорой встречи субтитры